Всем привет! Сегодня я вам покажу, что я беру с собой из косметики в отпуск. Поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, сперва начнем с уходовой косметики. Ее у меня, конечно же, больше всего. И она занимает больше всего места в чемодане. Давайте начнем с продуктов для лица. Для лица я беру с собой свою любимую серию чистой линии. Она довольно маленькая, занимает мало места. Здесь всего лишь 100 мл. Это чистая линия, идеальная кожа. И в данном случае у меня здесь гей для умывания. Здесь у меня его осталось буквально половина. И как раз есть отличная возможность его доиспользовать в отпуске. Далее, также из этой же серии, конечно же, я пользуюсь в комплексе сразу всей серии. Это вот такой вот лосьон глубокой действия против черных точек. И вот также уже осталось меньше половины. Далее, также еще третье средство из этой серии. Это аквакрем, мгновенная матовость. Он идеально подходит именно сейчас, в жаркое время года. Потому что он действительно хорошо освежает и матирует кожу. И вообще, от этой всей серии я осталась в восторге. Далее, что еще для лица. Конечно же, я не обхожусь уже второй месяц без вот такого средства, которое я вам еще не показывала в покупках. Это ароматика розовая косметическая вода в объеме 115 мл. Действительно, это средство спасает меня в жару. Потому что оно неимоверно освежает кожу лица. И неимоверно просто приятно пахнет. Поэтому неимоверно, что всегда буду покупать вот такое средство. Конечно же, я еще пользуюсь термальными водами. Но это средство более приятно пахнет. И также намного дешевле стоит. Поэтому присмотритесь. Мне кажется, что розовая вода должна быть у каждой девушки, женщины. И она также очень хорошо закрепляет макияж. И вообще ее используют абсолютно для любых дел. И для закрепления макияжа. И для свежести кожи. И для увлажнения кожи. В общем, она действует очень даже хорошо на мое лицо. Далее два средства, которые я взяла, чтобы смывать макияж с глаз. Это вот такое средство от Витамин Е. Специальное имя для снятия макияжа с глаз. Она идет кремовая. И в принципе, довольно неплохо смывает макияж. Здесь 100 мл. Также у меня здесь уже осталось, наверное, меньше половины. И на отпуске я надеюсь это средство уже добить. Так же, как и вот это средство. В принципе, почти все вот эти вот средства я взяла, чтобы добить их в отпуске. Это вот такой продукт. Гарниер. Основной уход. Для снятия макияжа 2 в 1. Довольно такой большой здесь хороший объем. 200 мл. И очень даже неплохо смывает макияж с глаз. Одно только но. Это средство двухфазное. Поэтому оно жирное. И такие средства, конечно, я не люблю. Именно из-за их жирности. Жирной пленки, которая потом остается на веках. Поэтому я думаю, что больше такой продукт брать не буду. Для волос я взяла вот такое вот средство. Оно перелите в такую маленькую, удобненькую, очень миленькую баночку. Это у меня шампунь от Сиас. Миндальный. Питательный. Который мне очень нравится. И очень приятно пахнет. И всегда, когда я куда-то езжу, то я с собой беру вот такие вот маленькие баночки. Потому что сам шампунь у меня очень огромный этот самый. Он литровый. Поэтому, естественно, мне нужна была какая-то емкость, чтобы можно было его туда перелить. И я воспользовалась вот такой вот миленькой баночкой. Предназначенной для этого. Далее. Также я взяла маску для волос. Вот такая вот масочка от Avon. Которую я еще ни разу не использовала. Как раз буду начинать ее тестировать. Это серия Planet Spa. Сокровища Бразилии. С экстрактом Асайи. Довольно здесь небольшой объем. Всего лишь 200 миллилитров. Маски такого объема мне хватит, конечно же, ненадолго. И мне уже она нравится своим ароматом. Она очень приятно пахнет вот этими самыми ягодками Асайи. И надеюсь, что все-таки она будет хорошо работать на моих волосах. Сказано, что она должна их питать от корней до кончиков. И также делать их более блестящими. Также способствует восстановлению и укреплению волос. Конечно же, я не буду наносить эту маску на корни. Потому что мне кажется, что от этого они будут жирниться быстрее. Буду наносить только на длину и, конечно же, на кончики. Как обычно, я это делаю, когда использую маски. Далее. Беру с собой вот такой вот гель для душа. Также взяла именно маленький. Потому что все у меня почему-то очень огромные. И я искала более такой маленький. Поэтому решила все-таки начать пользоваться своими гелями от Victoria's Secret. Это у меня серия Love Spell. И она у меня идет с вишней и также еще с персиком. В общем, вот такой вот маленький гелик. Довольно приятно пахнет. Очень даже так насыщенно пахнет. И здесь небольшой объем 125 мл. Еще одно средство от Victoria's Secret, которое я с собой беру уже с другой линейки. Pure Seduction. И это у меня спрей для тела. Здесь у нас красная слива и фрезия. В общем, очень такой приятный аромат. И мне кажется, что сейчас именно в такую жару очень не хочется пользоваться такими насыщенными ароматами. Поэтому мне кажется, что вот такой вот спрей подойдет именно как раз в такое жаркое время года. Тем более аромат очень даже приятный. Далее, что еще касается тела. Беру с собой вот такой вот крем, который нужно добивать уже так же. Потому что он довольно давно у меня. Это Ariflame. Лимитированная серия, которая выпускалась еще, наверное, года два назад. Twinkle Star Collection. Это мерцающий крем для тела. Я... Почему он у меня так долго? Потому что я им пользуюсь только в то время, собственно, когда хожу без колгот, в юбках. То есть именно мажу его всегда на ноги, чтобы они красиво блестели. Соответственно, это сезон лета, позднее весны, раннее осени. Поэтому, конечно же, очень редко я пользовалась этим самым кремом. И мне кажется, что сейчас я все-таки уже добью его. Буквально вот так вот его там осталось. Сейчас этот крем действительно очень красиво переливается на кожу. Он ее увлажняет. Но когда-то я уже рассказывала, что есть у него просто один огромнейший минус, что он невероятно неприятно пахнет. Скажем так. Действительно очень неприятный аромат. И я его чувствую все время на протяжении всего дня, пока этот крем находится на мне. Поэтому как-то вот это меня всегда так же отталкивало от использования этого крема. Надеюсь, что все-таки добью его, не буду больше мучиться. В любом случае, мне кажется, сейчас его уже в Арифлэме нету, разве что только на каких-то распродажах. Далее. Крем для рук. Вот такой вот полюбившийся мне от бархатных ручек. Роскошь в Макадамии с маслом ореха. Источник нежности. Действительно, крем неплохо питает руки. Не идеально, но неплохо питает. И, конечно же, у него очень приятный аромат. Поэтому я думаю, что не стоит говорить о нем лишних слов. Многие уже о нем знают. Далее. Для ножек я взяла... Также буду только начинать тестировать. Один раз только воспользовалась дома. Этим вот средством. Это скраб для ног от Avon. Их новая такая линейка ананасовый сорбет. Красивые ножки. В общем, да. Такая очень яркая, классная упаковка. И очень-очень приятный такой сладкий аромат ананаса. Конечно, очень мелкие здесь частички. Действительно, очень приятно пахнет. Это, наверное, единственный плюс у этого скраба. Но, как сам скраб, он работает не очень хорошо. Потому что, мне кажется, что для ног все-таки нужно что-то более жестче. Это же такой легкий пилинг, который ничего особо с вашими ногами не сделает. Также еще одно средство из этой же серии красивые ножки ананасовый сорбет. Также от Avon в объеме 100 мл. Вот такой вот спрей, которым я уже также пользуюсь, наверное, второй месяц. Здесь уже, наверное, половина у меня осталась. Потому что я пользуюсь очень активно. В такую жару очень приятно попшикать на ножки. Такое вот приятное средство. Оно действительно освежает ненадолго. Абсолютно. Буквально в тот момент, когда вы пшикаете его на ножки. И потом буквально несколько секунд ощущается такой охлаждающий эффект. Но на этом все. Больше у этого средства никаких действий нет. И мне даже показалось, что он слегка подсушивает стопы. Поэтому, да. Просто приятный аромат. И ненадолго освежает. Ничего особенного больше в этом средстве я не увидела. А вот это средство для ног, которое я вам покажу, это гель для ног ментоловый охлаждающий от домашнего доктора. Действительно, средство, которое я буду покупать всегда. Хороший объем 250 мл. Конечно же, его хватает надолго. Оно имеет гелевую консистенцию. Очень-очень охлаждает классно ноги. Потому что здесь ментол. И хватает, конечно же, его надолго. Вот им я действительно пользуюсь каждый день после тяжелого дня. И беру его с собой. Потому что без него я просто никуда. В жаркое время года. Или же просто когда был какой-то очень такой тяжелый, насыщенный день. Очень приятно это средство использовать на ноги. Вот оно реально работает. И охлаждает. И действительно как-то делает ножки более такими легкими. Очень приятный продукт. Далее. Жидкость для снятия лака. Какая-то новая. Абсолютно ранее не видела ее. Написано, что не содержит ацетон. Это, в принципе, часто пишут. 150 мл. Хороший объем. Сама упаковка мне очень понравилась. Действительно, я понюхала. Не воняет ацетоном. Что самое главное. То есть даже неплохо пахнет. Поэтому еще, конечно, осталось проверить его главную функцию. Это снятие лака. Вот возьму с собой и там буду проверять. Далее. Еще, кстати, забыла показать для лица. Добиваю вот такой вот крем от Иврашек. Календула в объеме 50 мл. Его там уже осталось тоже, ну, буквально на дне. Наверное, треть осталось этого крема. У меня я им пользуюсь очень-очень редко. Сейчас именно в жаркое время года. Потому что он нереально просто жирный. Подходит только для зимы. И то для очень сухой кожи. Действительно, он даже не впитывается. Он наносится таким жирным-жирным слоем. И тем, у кого правда очень сухая кожа, это будет приятно. Тем, у кого комбинированно, как у меня, он будет действительно жирнить кожу. Поэтому я им пользуюсь только на какие-то сухие участки на моем лице. Потому что на все лицо его наносить просто невозможно. Просто будет такой жирный блин. Далее, конечно же, такое необходимое средство, как пена для бритья. Моя обожаемая от Lady Caramel. По-моему, это выпускает, конечно же, эльфа. С маслом абрикосовых косточек. Просто нереально крутая, приятная пена. И она превосходно выполняет свою функцию. И, что самое главное, здесь очень приятный аромат карамели. Он действительно очень приятный. Поэтому я тоже буду всегда эту пену покупать. Также еще бюджетная цена, что немаловажно. Конечно же, беру с собой дезодорант. Это также недавняя покупка. Приобрела специально в отпуск. Это Рексона с алоэ вером. Имеет охлаждающую, успокаивающую защиту. 48 часов. Такой вот шариковый дезодорант. Надеюсь, что будет хорошо работать. В такую жару, по крайней мере, я надеюсь, что он, правда, будет работать. Далее еще вам покажу два таких продукта. Это вот такой вот стик. Я вам его забыла показать в своем заказе Арифлэйм, в своем видео. Как-то где-то он у меня завалялся. И я про него совсем забыла. Это всем известнейший вот такой вот стик-корректор для несовершенства. Двухсторонний, в принципе, неплохое средство. Но его так все расхваливали. Я, правда, думала, что он будет работать. Но, к сожалению, оно не так хорошо подсушивает. И просто это делает через раз. Поэтому, не знаю, как-то я от него пока никакого эффекта толком не увидела. Но буду, конечно, дальше продолжать пользоваться. Может, что-то будет. Какой-то эффект. И, конечно же, вот такой вот бочоночек от Арифлэйм. Буду его мазать на губки. Довольно питательное такое средство. У меня это с миндалем. Вот. С декоративной косметики берут тональную основу от Эйвен. Хотя уверена, что не буду ей пользоваться. Потому что все лето я тональными основами не пользуюсь. И мне все-таки кажется, что на всякий случай нужно взять. Мало ли что. Поэтому, кто знает, возьму именно эту. Потому что она имеет такой темный оттенок. И на летом как раз, в принципе, ей пользоваться. Хотя, все-таки, надеюсь, что мне не предстоит воспользоваться ею. Далее, что касается туши для ресниц. Беру вот такую вот тушь от Hard Candy. Как раз сейчас я активно пользуюсь. Flat to Fab. Кстати, да. Здесь вот такая вот очень-очень такая пушистая щеточка. Нравится мне эта тушь. Довольно неплохо работает. Далее, еще одна тушь, которую я буквально вот открыла перед отъездом. Это Rimmel Scandal Eyes Show Off. В общем, довольно интересная тушь. Потому что у нее вот такая вот щеточка. Вот такая вот здесь щеточка. Довольно интересная. Но почему-то я ее открыла и увидела, что она суховата. То есть, новая тушь. Она у меня лежала очень долго в закрытом виде. Наверное, больше года лежала. И какая-то она суховатая и наносится на глаза как-то не очень. Поэтому я, если честно, немножко расстроилась по этому поводу. Не знаю. Мне кажется, что не так уж долго лежит у меня эта тушь, чтобы засохнуть все-таки. В общем, обидно. Далее, для бровей вот такой вот мой любимый наборчик, которым я, в принципе, очень уже долго пользуюсь. Очень удобный. Очень подходит мне цвет. В общем, да. Это, кстати, от Elf. Далее, база по тени от NYX. Также довольно известная база в таком белом оттенке. Не знаю, как-то мне она не очень хорошо работает. И вообще, все базы как-то на мне не очень хорошо работают. Но дело, что, может, хоть от NYX будет работать. Но нет, тени все равно очень рано скатываются. Далее. Покажу вот такой вот корректор. Также, если вдруг воспользуюсь тональной основой, то мне тоже нужен будет корректор. Это от Elf. Он тоже в таком довольно темном оттенке. И в обычное время года он мне не подойдет, потому что темноват летом в самый раз. Далее. Подводка для глаз. Также от Elf. Не пользовалась ей давно очень. Она у меня стоит также уже в открытом виде. Давно, поэтому нужно пользоваться все-таки. Взяла с собой. Далее. Карандаш также для глаз от, хотел сказать, Essence от Yves Rocher. Обожаю его. Очень мягкий. И подвожу им нижнюю водную линию. Без него вообще никак и никуда. Далее. Что касается губ. Взяла с собой два карандаша. Во-первых, это мой любимый шип карандаш от NYX в таком нюдовом оттенке. Довольно такой короченький. У меня уже он был такой длинный. Но сейчас, конечно, уже я просто им активно пользуюсь. И новиночка моя. Буквально вот я вам еще его не показывала. Наверное, в покупках декоративки покажу. Это у нас какая-то, в общем, непонятная фирма. Расскажу, наверное, более подробно о ней в покупках. Тоже очень такой красивый, интересный розовый, такой нюдовый оттенок. Также буду там тестировать этот карандаш. Далее. Взяла с собой вот такую вот помаду от Maybelline Color Whisper в оттеночке, так, отсвечивает, 60-ом. Вот такая вот здесь помада. Конечно, очень такой светлый оттеночек. Мне сейчас такой уже не очень подходит. Но для лета, в принципе, ничего такого яркого не хочется. Поэтому буду пользоваться ей именно вот сейчас, летом. И также еще беру Revlon. Всем известнейший Lip Butter. В оттенке 090 Sweet Tarte. Такой вот здесь розовый оттеночек. Вот такой вот, в принципе, мне он очень даже нравится. Но, на самом деле, эти помады, они, правда, как баттеры. Они очень жирные и неравномерно ложатся на губы. В общем, мне этот эффект не очень нравится. Я больше люблю такие более матовые помады, чем такие вот жирные и кремовые. Не знаю. И также еще беру такое средство, которым я уже, правда, очень так активно пользуюсь на протяжении нескольких месяцев. Это такой вот прозрачный блеск для губ. Kissing Fruit Gloss. Это у меня с ванилью. Это Flour, кстати, фирма. Да. Очень такой приятный губам блеск. Он, кстати, идет роликовый. Такой вот шариковый. Я наношу поверх помад и очень даже неплохо так увлажняет губы и очень приятно пахнет. Вот даже сейчас я его открыла и почувствовала такой приятный ванильный аромат. Далее беру с собой на всякий случай также пудру, потому что, понятное дело, что в такую жару лицо жирнится очень быстро. Поэтому нужно все-таки периодически матировать. Его это у меня от Avon, всем известнейшая пудра, новиночка, которую я вот недавно прикупила и начну ей уже пользоваться. И, конечно же, я не обхожусь без своей палетки, которую я всегда беру с собой, когда еду куда-то на отдых, куда-то в отпуск. Это палетка от Elf Beach Beauty. То есть такой, знаете, пляжный лимитированный выпуск. Да, пользуюсь я ее только летом. Здесь у нас есть и тени, и помады, которыми, как вы видите, я очень активно пользуюсь. И румяна, и бронзер, это также тени. В общем, здесь есть абсолютно все, поэтому я очень люблю ее брать куда-то с собой в поездки. Далее еще вам хочу показать свои кисти для макияжа. Вот в таком вот чехле я беру с собой от Bobby Brown. Также в покупках декоративной косметики покажу вам, откуда у меня этот чехол, откуда у меня вообще кисти. И там мы с вами это все подробнее обсудим. Здесь я брала кисти как и от Real Techniques, так и от Eco Tools и от Bobby Brown. В общем, здесь абсолютно, в принципе, самые важные такие нужные кисти для тональной основы, для румян, для бронзера, для помад. Вот маленькая кисть, для бровей и ресниц. И это все, что я планирую с собой брать с декоративной косметики. И на этом, пожалуй, все. В принципе, самое такое важное нужное, что я беру с собой, я вам показала с косметических средств. Надеюсь, что это видео для вас оказалось полезным и, конечно же, интересным. Скоро с вами увидимся и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok